Этого интервью был небольшой скандальчик, его, конечно, замяли, но, как говорится, осадок-то остался. О чем говорит тот факт, что у Бекхэма персональный тренер теперь будет? Ну, пока небольшая пауза в игре, я могу представить его. Это англичанин Терри Берн, он ранее входил в штаб физиотерапевта в Челси и сборной Англии, а с поза прошлого года ушел в Уотфорд. Причем на будущий год, то есть год назад, стал он спортивным директором этого клуба, и вот какое предложение Бекхэм должен был сделать, чтобы сам Берн сказал, что это такое предложение, от которого отказаться просто невозможно. Бекхэм сказал, что ему нужно поработать над физической подготовкой, поэтому личный тренер ему не помешает. Но вот интересно, как Карл Шкейрэш должен относиться к этому высказыванию англичанина. Роналдо тоже не очень доволен, кстати говоря, Кейрэш. Сейчас посмотрим эту атаку. Роберто Карлос простреливал, но 14-й номер Луис Приета, молодой футболист, полностью пока оправдывает свое появление в стартовом составе. Сигу. На ближнюю штангу. Там опасная игра была, но мяч остался у игроков Атлетика, и может быть очень опасная контратака, если чуть-чуть побыстрее. Нет-нет, запутался. Тут сразу три соперника. Правда, не без нарушения правил атаковали Хона на Гарсию. Знаете, вот эти вот футболисты, как раз те самые футболисты, с которыми работал Эрнесто Вальверде в команде дублеров, во второй команде Атлетика, пока никаких претензий к ним быть не должно, они приятно удивляют. Не знаю, если все так будет продолжаться и дальше, Урсайсу тяжело будет вернуть место в составе. Пока только вот Касилису должны быть благодарны мадридцы за то, что они не уступают. Ну, много интересных команд в испанском чемпионате, и вот Атлетик одна из них. Много очень непредсказуемых результатов в последнее время. Это говорит о том, что по уровню достаточно серьезный и сильный чемпионат, но это и так всем известно, но... Когда любой практически может обыграть любого, наверное, это хорошо, и зрителям нравится Роберто Карлос. Да не было здесь игры рукой. Постоянно возмущается. Роберто Карлос вместе со своими партнерами. Угловой. Всего-то третий угловой в матче. Вот хотя бы по этому показателю, как и по процентам владения мячом впереди. Реал опасно, а еще один угловой. На этот раз уже с правого фланга атаки. 0-0 на 34-й минуте матча на Сантьяго-Бернабел. Дэвид Бэкком у мяча. Арансубия нет. Там нарушили правила против него, но судья игру не остановил, и... И атака продолжается. Хорошо защитники подстраховали сейчас, хорошо для Атлетика. Ох, какой гол! Ну вот и Роналдо забил. Роналдо забил, и теперь игроки Атлетику побежали к главному арбитру матча Гонсалесу-Васкесу. Доказывать свою правоту. Мне тоже показалось, что там нарушение было. По крайней мере, Арансубия достаточно естественно упал, но... Скажем так, без артистизма. Роналдо целует мяч. Ну как бы то ни было, 1-0 на 34-й минуте Роналдо отличился. Здорово! Как говорят, поймал этот летящий мяч и пробил в дальний угол. Молодец, Роналдо. Ну что ж, Карл Ушкейруш прав оказался. Сказал он перед матчем, что Роналдо непременно забьет. Ну посмотрите. Толкали здесь, кстати, Эльгеру. Остановил и пробил, ну без всяких шансов для Арансубии. Мяч на землю не опустился, ну... Потрясающий гол. 1-0 Реал впереди. Любопытно, что в прошлом матче с Арагосой заменили Роналдо. И также в интервью высказал свою обиду на это решение Кейруша. Лучший, вот теперь уже на данный момент бомбардир чемпионата Испании. Сейчас у него 7 голов. Опережает он мистер из Валенсии и Пандиане из Депортива. У них по 6. Сейчас мы тему Роналдо продолжим чуть позже. Посмотрим вот за этим штрафным. Сейчас, наверное, Тико ударит поворотом. Кстати говоря, желтую карточку он получил. Сразу же после пропущенного атлетиком гола за споры с арбитром. Но нам так и не показали этот эпизод. Был ли нарушение против Арансубии. Арансубий. Тико бьет. Ох, какой удар! И великолепно играет Косильес. Из девятки мяч вытащил. Четыре раза уже спас свою команду. Здорово пробил полузащитник Атлетика. Да, если бы не Косильес в самый девятку бы мяч сейчас зашел. Хорошо смотрится Атлетик. Смотрите, как красиво играет сейчас тот самый Тико. Пятки отбрасывает мяч партнеру. Затяжная комбинация Атлетика. Еще один удар поворотом. И Косильес ловит мяч. Даже не отбивает. Правда, немножко поторопился он. Когда выбрасывал мяч. Отворот вновь какие-то помехи у нас. Мадридцы тем временем. Мяч соперников отобрали. Фигу слева сейчас. В центр. Назина и Дина Зидана. Это тот над Карлоса играет. Но не добрался Роберто Карлос к этому мячу. Не добрался. Даже трудно обвинять. Вы знаете, кого-то из игроков Атлетику в том, что вот такой вот гол они пропустили. Но Роналдо все сделал мастерски. Так вот, обещал забить Роналдо 35 голов в этом сезоне. Во всех турнирах. Но как я могу это сделать, сказал Роналдо, если меня постоянно меняют в самый разгар матчей. Кстати говоря, 9 матчей этого сезона не доиграл до конца Роналдо. Всякий раз его меняли. И понятно, чем недоволен бразилец. Ох, как здорово сыграли игроки Атлетику. И это было Скирро. Простите, Чеберия, Чеберия. Здорово. Убрал мяч под себя. И в дальний угол сейчас наносил удар с левой ноги. И не точно, не точно. Да, Рауля Брава. Обманул. Здорово здесь. И Чеберия уже. Эльгера приходил ему на помощь. Мне кажется, поторопился сейчас. Нападающий Атлетика. Если бы заметил он Эльгеру, можно было дальше продолжать движение к центру штрафной. А потом уже без помех наносить удар. Ну, преимущество достаточно зыбкое. Всего лишь в один мяч у Реала. Атлетик, кстати говоря, пока не заслуживает поражения. Фигу. Против него Де Лерна. Нарушения правил не было. По мнению арбитра. Де Лерна сам подарил мяч. Реалу. Пас в борьбу он отдал. И там нейтрализовали соперника. Два игрока мадридцев. Митчелл Сальгадо сейчас будет водить мяч из-за боковой. Один ноль. Роналдо забил на 34-й минуте. Зидан достаточно плотно опекают баллисты Атлетика. Не было здесь нарушений правил тоже, по мнению арбитра. Но мадридцы мяч сохранили. И Зидан какой пас и можно забивать. На этот раз Роналдо не удалось поразить цель. Не удалось. Кирюш, кстати говоря, решил, так сказать, смягчить вот это вот выступление Роналдо. Сказал, что у нас очень много игр. Вот за 10 дней мы 4 встречи проводим. Надо всех менять, чтобы длинный сезон. Футболисты основного состава выдержали. И так достаточно уверенно заявил. Вот увидите, он забьет Атлетику. И Роналдо забил. Направдал доверие тренера. До этого, кстати говоря, партизану, рассингу и Сарагоси. Три матча подряд Роналдо не забивал. Причем Роналдо не только лучший бомбардир чемпионата Испании. Он лучший бомбардир всего 2003 года, вот нынешнего года. Если брать вот с января до сегодняшнего дня, по 1 ноября. У него 25 голов в 30 матчах с учетом, кстати говоря, нынешней игры. Давайте посмотрим, как этот штрафной разыграют фигу Роберто Карлос и Бекхэм. Судя по всему, опять Роберто Карлос будет бить. Нет, Бекхэм попадает тоже в стену. Но этот удар не получился. Умечил и Сальган. Когда президент Интера Массимо Маратти узнал о том, что Роналдо чем-то недоволен, ну, конкретно тем, что его меняют. Какой пас, а? Какой пас отдал Зидан на Роналдо? Массимо Маратти сказал, что я всегда готов говорить с Роналдо о его возвращении. Если ему в реале не нравится, я всегда его заберу обратно с удовольствием. Не секрет, что и в Интере мало кто ожидал, что вот так сумеет засверкать Роналдо. После того, как уйдет из их команды, всем казалось, что карьера его под угрозу. Давайте посмотрим, чем эта атака завершится. Вновь косились на месте. Поймал он мяч, который летел в ближний угол. Еще раз приносим мы свои извинения за то, что вот такая вот картинка. Но поверьте, в этом не наша вина. Действительно, возможно, магнитный бурь, возможно, плохие погодные условия. Тому виной, ну, честно говоря, я не припомню, когда последний раз у нас такое было. В этом году уж точно не было ничего подобного. Как-то, по-моему, это было в прошлом сезоне. Мы комментировали матч тоже заграничного чемпионата. И пропала картинка, и вдруг появилось на экране изображение с совершенно другого матча. Пришлось перестроиться, попытаться что-то рассказать о той встрече. И буквально минут через 10 только вернули нам ту самую игру, которая была заявлена, которую мы транслировали. Такое тоже бывает. Фигу. Не точно. И вот сейчас нет здесь положения вне игры. И Чиберия, пожалуй, самый активный сегодня в составе Атлетика. Не понимает он, почему прервали эту атаку арбитры. Для того, чтобы нам с вами это понять, нужно посмотреть повтор. Я думаю, что после такой выразительной тирады в исполнении Чиберии мы вправе рассчитывать на то, что нам этот повтор покажет. Интересно. Зря ли возмущался футболист? Длинный перевод направо, но до фигу мяч не дойдет. А здесь Арансуби. Подходит к концу первый тайм. Начало его прошло с преимуществом гостей. Футболисты Атлетика два очень хороших шанса не использовали для взятия ворот. Косилис пока безупречен. Потом Реалу удалось отодвинуть игру на чужую половину поля. И, пожалуй, первый же серьезный свой момент мадридцы использовали. Роналду великолепный гол забил. Просто великолепный. Ну, посмотрим, что еще... Чем еще успеют нас порадовать футболисты до перерыва. Знаете, атакуют в момент приема мяча своих соперников игроки Атлетик. И очень успешно. Вот сейчас нарушение правил было. И, наверное, еще одна желтая карточка. На этот раз Дэвиду Беккому будет показано.